Тишреем, Сирия, когда провоцируют ненависть Ратип Шахин Тишреем, Сирия, 19 марта 2019 года Терроризм стал бичом нашего времени, вспышкой чумы, охватившей весь мир Он вышел из-под контроля западных стран, которые финансировали и поддерживали его в геополитических и экономических целях Однако сегодняшний мир сталкивается не только с проблемой идеологического терроризма, но и с контртерроризмом, дискриминацией В обществе царит страх перед другими, и не имеет значения, отличаются эти другие свои религией, расой или происхождением Распространение терроризма происходит в двух направлениях Первое идеологическое, обусловлено главным образом появлением сил, его защищающих и использующих в своих целях Они обрушивают на всех стандарты свободы и прав человека, используя их двойственность и неоднозначность в противовес настоящим моральным нормам И оправдывают террор, обращаясь к таким понятиям, как демократия и свобода слова На самом же деле имя движут злые намерения и цели в сфере внешней политики, безопасности и экономики Целью такого терроризма являются страны, которые противостоят западным амбициям Второй, дискриминационный террор, стал результатом мобилизации против первого и защищают его те же силы, но уже в других странах В западных средствах массовой информации его используют для достижения внутриполитических задач Террористическое нападение на две мечети в Новой Зеландии не первое и не последнее в контексте дискриминационного террора Это результат исламофобии, которая зародилась благодаря западным странам, их политике и средствам массовой информации Они свели ислам к терроризму, использовали его в своих текущих политических целях, в том числе в борьбе между партиями Основным инструментом этой борьбы стала миграция с востока на запад и ее влияние на демографию белого западного общества Все это стало причиной траты истинных стандартов человечности в широких слоях общества, ослепленных идеологической ненавистью к другим людям Западные правительства, которые поддерживали терроризм на востоке и постоянно мобилизовали свои общества на борьбу с беженцами и миграцией, ответственны за современный расизм Как доказывает совершенное в Новой Зеландии преступление, у терроризма и ненависти нет религии Они лишь продукт западной политики, цель которой контролировать человеческий разум и свое общество, внушая им, что оно является целью террористов и должно защищаться Тем самым они оправдывают свой террор, что в свою очередь вынуждает остальные страны выполнять требования Запада Когда Запад защищает ненависть, происходят события, похожие на недавнюю трагедию в Новой Зеландии Это неизбежное следствие западного экстремизма, антивосточных вливаний в средства массовой информации и его попыток разграбить богатство народов Таким образом, именно западные государства несут ответственность за глобализацию терроризма Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...